Приветствую вас! С точки зрения профессиональной психотерапии и психологии, я хотел бы обратить ваше внимание в первую очередь на ваши проблемы дома. Потому что именно с них все началось. То есть вам нужно увидеть, что корень всего, что произошло, это ваши проблемы дома. И то, что вы не хотели возвращаться домой, у вас нервный срыв чуть не произошел. Вот на это нужно обращать внимание в первую очередь. Ну в этом направлении нужно двигаться к вам. Вот. То есть это важнее всего. То, что у вас проблемы дома были. Касаемо всего остального, хотелось бы спросить вас о значении работы для вас. То есть почему работа в ресторанном, ну вот в ресторане, где вы, откуда вас уволили, почему вам так важно было, собственно, в нем работать? Вот. Вследствие чего вам так важно было в нем работать? Тем более, что он к вам изначально еще до увольнения отнеслись, мягко говоря, не совсем хорошо, да, и без вашего ведома перевели вас на другое место работы. И вы все равно ничего не сказали. То есть такое ощущение, что вы не можете защищать свои интересы, вы не защищаете свои интересы такого впечатления. Такое впечатление, что чересчур дорожите местом своей работы. Меня как специалиста интересует вот мотивация. То есть ну почему? Почему вас это волнует вот так настолько сильно, что вы хотите вернуться? Я не уверен, что вы можете что-либо сделать для того, чтобы вернуться, потому что это коммерческая организация, вот, а не лично, да. И люди занимаются бизнесом там, вот. Поэтому, я полагаю, поэтому, что вы вернуться туда не сможете. То есть вы здесь путаете, вы путаете профессиональные отношения и личные отношения, вот. Ибо в профессиональных отношениях определяется только ваша полезность, то есть критерий, критерий полезности определяется. А в личных отношениях это еще и симпатия к вам, вот. Вы же ведете себя так. Ага. Ну, как будто, для вас это лично. А у этого есть причины. То есть вот. В данном случае, в данном случае то, что для вас это лично. Усполнение, возможно, имеет причины как раз таки в семье, вот. Но, чтобы это понять, нужно поисследовать ваши отношения с родными, близкими, к самой себе, вот. Тогда будет понятно. Вот так вот. Это то, что я могу сказать в целом. Ваша позиция очень напоминает жертвенную. Она очень похожа на жертвенную позицию. И на мой взгляд, именно это вам достаточно сильно вредит. То, что, ну, вот. Это жертвенная позиция. То есть вы ждете от людей понимания. Вы пытаетесь извиниться. Так, как будто вас связывают не только профессиональные отношения. То есть у меня ощущение, что в профессиональных отношениях вы пытаетесь добрать что-то, чего вам не хватает в личных отношениях. Вот. Признание, может быть, любви, может быть, чего-то еще. Вот. И, ну, необходимо вам в этом обрести свою независимость. Вот. Необходимо в этом обрести независимость. И начальство, оно ведет себя не хорошо и не плохо. Оно ведет себя вот так, как ведет. То есть я не знаю, где вы живете, но если вы считаете, что вас уволили незаконно, да, то вы можете, соответственно, подать в суд и через, через, через суд, да, это уже этот момент разрешить. Вот. Но никак не через унижение, которым вы сейчас занимаетесь и так далее. То есть это вас не красит. Абсолютно. Вот. Немного странным в этом контексте выглядит ваш вопрос, потому что вы спрашиваете, что мне сделать, могу ли я вернуться. Что сделать, чтобы что. Сможете ли вы вернуться это предсказание. То есть, в принципе, в принципе, возможно все. Но, я сейчас повторю, те моменты, которые я озвучил, они нуждаются в исследовании, потому что слишком явно выглядит несоответствие той сфере отношений, в которой вы находитесь, и вашего, ну, по-моему, вашего победителя. Вот. Так я могу вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.